Тем временем не все ждут господдержки, а строят и ремонтируют дороги сами. Вот уже восьмой год в республике проходит масштабная народная стройка так называемой дороги предков Бузна-Санух. Новая транспортная линия соединит город Буйнакск со священной горой Ахульго, равнины Дагестан с его горной частью. Сейчас проложено уже 80% трассы. Подробнее о дороге предков для будущих поколений расскажет Патимат Ханапова. Это самое главное желание, чтобы эту дорогу по-быстрее закончили и видеть, как наши ребята по легкому пути могли ездить хорошо, нормально. Завершение строительства народной дороги с трепетом ждут десятки тысяч неравнодушных людей. Эта транспортная линия для дагестанцев имеет особую ценность. Во-первых, с ней связана большая история предков. Во-вторых, строится она на частные пожертвования. Каждый день на протяжении восьми лет тут проводится кропотливая и качественная работа. Уже проложено более 25 километров дороги. Дорогу мы начали строить, как говорится, первые шаги сделали в 2014 году, в конце декабря. Имея практически одну-две единицы техники, и, как говорится, не имея ни одной копейки в кармане. Надеясь, что дагестанцы поддержат эту инициативу, с упованием, что Всевышний Аллах нас не покинет в этом благородном деле. В этом мы имели возможность за прошедшие восемь лет убедиться в этом. Этим маршрутом издавна пользовались горцы. Оттого и дали такое говорящее название – Дорога предков. Отсюда и перевозили товары на телегах наши прадеды. Несколько столетий узкая тропинка соединяла равнинную часть с горным, а это 17 районов. Наши предки не просто делали, а только эта дорога была выходом в равнинную горцу раньше. Тогда люди, которые были специалистами, думали только строили дорогу. Почему? Потому что у них не было другой возможности, чтобы его расширить, чтобы его с подъема убрать, с серфантин убрать. Самое короткое, бесперевальное и всепогодное. У народной дороги масса преимуществ. Здесь не будет крутых подъемов и сильных серпантинов из-за теплой погоды и гололеда. И самое главное – путь из равнинной части Дагестана в горную сократится в разы на более чем 30 километров. Вдобавок по обе стороны дороги – красивые пейзажи для туристов. Мы, получается, и дорогу строим, и туризм развиваем. Одно у нас получается. От 10 рублей до нескольких миллионов. Сумма пожертвований абсолютно разная. Однако всех благотворителей объединяет одно – неравнодушие и желание нести вклад в благородное дело. Инициаторы проекта каждый день ведут записи расходов и поступлений. Говорят, все до копейки идет по назначению. В любое время может приехать любой человек, который вложил деньги до рубля. Идет отчет. Вкус приходит. В любое время. Час ночи, два часа ночи, любой день. Понимаете? Не из-за того, что я кого-то боюсь или что-то делаю. Я Аллах боюсь. Понимаете? Перед Аллахом я должен отчитываться. Магомед Саид Казимагомедов – заслуженный строитель республики. В этой сфере более 40 лет. За его спиной десятки крупных проектов. Но, говорит Бузна Санук, из них самый для него важный. Всю жизнь на стройках ушел. Я всюду, на всех дорогах работал. И до тоннеля, и в горах, и в Цехенвале, в командировке, и в Ставровле. Всюду я побывал. Ну, там по бумагам, там всем этим. Ну, день прошел и прошел. А здесь цель есть, какая-то цель, чтобы вот народное, что-то вот внутри бывающее, вот это, чтобы довести до конца у всех такое желание. Руководители проекта говорят, они отбирают самых лучших специалистов, чтобы работа была проведена качественно и прослужила нескольким поколениям. Люди сами изъявляют желание стать частью масштабного проекта. Это не просто возможность заработать, говорят мастера, но и быть частью духовного. Шутка ли сказать, основная масса специалистов работают здесь со дня запуска проекта. Ну, очень приятно быть частью такого проекта, конечно. Хочется какой-то союлепик какой-то внести. Такое благородное дело. Благотворительность как-никак. Хоть я и зарплату получаю за это, но все равно какой-то кирим не будет за это. Сбор средств на строительство дороги все еще открыт. Для завершения столь масштабного проекта необходима любая помощь. В том числе такая поддержка не помешала бы и со стороны государства, ведь экономическое развитие горного Дагестана предполагает прямое участие в этом процессе республиканских властей. Батиман Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Муйнакский район.